Добрый день! Сегодня у нас задача превратить рваную футболку в дизайнерскую. Вот такие вот две дырочки у нас. Я внутри расположила два кусочка ткани. Располагаем эту ткань внутри. Ну и вот по вот этим дырочкам мы эту ткань потом будем разрезать и сделаем буковку ТК в технике Синель. Значит, копировальное колесико. Посильнее так надавливаем. Можно поставить тут ограничения, чтобы дальше не прострочить. Хозяина этой футболки зовут Кирилл. И вот поэтому я думала, думала и решила, что можно сделать буковку К. Здесь можно булавочками сколоть и на машинке прострочим. От этой линии, ну вот, здесь примерно 0,6 на ширину лапочки. И здесь 0,6. Итого будет между строчками 12 миллиметров. И также здесь. Вот так 0,6. Так 0,6. И здесь также. Строчим. Прострочили вот такую буковку К. И теперь будем разрезать между строчками. Эта основная ткань, разумеется, разрезается. Потом разрежем красную ткань. Голубенькую разрежем. А еще я вставила третью ткань, полосатенькую. А вот полосатенькую, самый нижний слой, оставляем. Теперь аккуратненько разрезаем красную ткань. Не торопясь, чтобы не разрезать нижний слой. Голубую ткань также разрезаем. Можно больше слоев ткани делать, чем я. Значит у меня красная и голубая ткань полосатенькая. Три слоя. Можно и четыре, и даже пять. Ну вот теперь можно уже сразу и два слоя разрезать. Уже нам удобно. Уже мы не боимся, что разрежем нижний слой. Разрезаем. Разрезали. Теперь немножко размахрим. Наши краешки. Конечно, идеальная техника синель, когда вот так вот прострачивается и края махрятся, это когда прострочено и разрезано между нитями, которые по косой. Вот это вот идеальная синель. Здесь вот красная ткань, голубенькая. Она именно вот разрезана так, как положено. Она будет красиво махриться и не будет ниточка выпадать. А вот здесь вот, конечно, ниточка немножко будет опадать. Вот видите? Ну ничего страшного, можно взять вот таким образом, повырывать лишнее. Потому что, как бы вот написать, прострочить буковку К, чтобы все было по косой, но это просто уже будет не буковка К, а мне вот захотелось буковку К. Поэтому лишние ниточки тут обрезаем. И вот такая вот интересная теперь у нас футболочка стала. Это еще сильнее можно размахрить, еще сильнее. После стирки, конечно, все это размахрится, все станет кудрявенькое. Вот видите, когда под углом 45 градусов разрезано, никакие ниточки не выпадают. Это очень даже хорошо. Вот так вот рваную футболочку. Можно сделать, ну я бы сказала, дизайнерскую. Носить футболку с буковкой от своего имени для мальчика. Это очень даже интересно, я бы сказала. Вот такое видео, надеюсь, оно вам пригодится. Не выкидывайте футболочки рваные. Их всегда можно переделать и переделать интересно и носить с удовольствием. Ну вот эти вот кончики, может быть, если кому-то покажется, что они слишком торчат. Можно даже так вот одним стежочком, ну двумя-тремя стежочками вот так закрепить. И будет аккуратнее. Да, пожалуй, сейчас так сделаю. Вот такая получилась у нас буковка К. Мы убрали дефект. И, как говорится, приобрели дизайнерскую футболку. Потому что такой футболки точно ни у кого не будет. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждут не менее интересные видео. Надеюсь, моё видео вам понравилось и пригодится. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok